Мур, привет друг, это Зверько. И конечно, это гайд на Сильвану. Кстати, напиши в комментариях, как она тебе. Потому что у меня ее нет на основе. 14 числа я был очень занят и не получил карточку. Вот логика разрабов. Одни сутки на получение карточки и 15 суток на ее реализацию. Такую ситуацию отлично обрисовал Женя. Кроме того, нет возможности купить хотя бы за алмазы. Господи, труп логики еще и изнасиловали. Какие звери на это способны. Но я найду. Я найду их. А хорошие новости. Я успел записать на тестовом бой. Да, там пинг 120 и не всегда срабатывают навыки. Но общий концепт боевки поймешь. Что по навыкам? Пассивка. У Сильваны два бонуса к основной атаке. Это 100% от физического и 45% магического бонуса от предметов. Навыки Сильваны навешивают метку на врагов, которая стакается до пяти раз. И метки снижают физическую и магическую защиту цели до 30 на 15 уровне Сильваны. Тем самым урон по цели возрастает как у героини, так и у сокоматников. Говорится, что еще урон от навыков Сильваны возрастает на 30% по цели с максимальными метками. За сложные расчеты у меня отвечает Мурка, и она докладывает, что бонус рабочий. Пассивка, конечно, хорошая, но Кормила отбирает защиту тоже, вдобавок прибавляя ее себе. Также защиту забирает Сан, но физическую. В общем, ничего нового тут нет. Дальше все веселее, потому что отлично комбинируются навыки. Первый навык. Удар копьем, который, во-первых, оглушает цель, правда только одну. Во-вторых, ускоряет бег Сильваны. В-третьих, дает вторую фазу с прыжком. Тут есть пара условий. Чтобы получить ускорение, можно ткнуть навыком в воздух. Это помогает перемещаться быстрее. Но чтобы активировать вторую фазу, нужно навыком попасть хотя бы по крипам. Пропрыжок. Он длится до противника или до конечного расстояния. То есть, чтобы перепрыгнуть стену, между стеной и тобой не должно быть врагов. Если играл Аргусом, то быстро поймешь, как работает навык. Если противник стоит за стеной, никаких проблем. Второй навык. Вращающееся копье. Сильвана, стоя на месте, наносит несколько ударов. Количество ударов зависит от скорости атаки. Генерирует на себя щит. Немного стягивает противника к центру навыка. Хоть это и микроконтроль, но выбежать из него не составляет труда. Кроме того, даже ульт-адеты он не сбивает. В моем билде это основной способ нанесения урона, поскольку мне не понравилась Сильвана в автоатаку. Кроме того, этим навыком в основном набиваются метки на противника. Ульта. А вот красота. Практически мгновенный прыжок с контролем, который удерживает внутри области одну цель и замедляет других. Кроме того, внутри круга Сильвана получает бонусом плюс 100% скорости автоатаки и 100% магического вампиризма. Этот контроль не позволяет большинству героев выпрыгнуть из круга, только если у них нет очищения. С ним выбегается без проблем. Итак, что в наличии? Ускорение, два прыжка и два контроля. Очень даже неплохо. Про комбинации расскажу в тактике. А пока перерыв на спонсора. Это конечно 1xbet. В этом надежном букмекере, быстрые выплаты и большие выигрыши. Киберспорт присутствует среди других спортивных рубрик. А еще при регистрации и первом депозите ты можешь получить бонусом до 6500 рублей по моему промокоду. Ссылка и промокод будут в закрепленном комментарии. Я вижу два профитных направления Сильваны. Это в маг дамагера, если в бою достаточно танков или как поддержку для внесения максимального контроля. Эмблемы мага для дамагера и эмблемы поддержки соответственно для поддержки. У мага берем поджог, а в поддержке ослабление. Дополнительный навык это вспышка, очищение, либо исцеление. Я предпочитаю вспышку. Сборка на боевого мага. Магические сапоги. Тут вообще кому что нравится. Я предпочитаю ускорение перезарядки. Концентрированная энергия. Дает отличную выживаемость при инициации файта. Мимолетное время. Вообще must have, поскольку это перезарядка ульты. А ульта это быстрый контроль, который зачастую оканчивается смертью цели. Пылающий жезл. Увеличит урон второго навыка по жирным целям. Палочка гения. В совокупности с пассивкой достаточно много снимают с противников магической защиты, серьезно увеличивая урон Сильваны и союзников. И священный кристалл для буста урона. Теперь сборка для саппорта контрольщика. Сапоги воина. Оракул. Одновременно усиливает щит от второго навыка и исцеление от него же. Концентрированная энергия и мимолетное время. Крылья королевы. Дадут выживаемость. А щиты финны защиту от вражеских прокастеров. Вдобавок можно что-то заменить на маску невидимости и инициировать ганг бандой, как с франка. Другой вариант это взять зимний жезл с двухсекундной заморозкой, чтобы в инициации переживать атаку противника. Тактика. Сильвана отлично подходит для гангов, поэтому лучше ходить с напарником. Первый навык применяется повсеместно. Для ускорения, для оглушения, чтобы догнать второй фазой, либо чтобы на ней уйти. Комбинации довольно просты. Оглушаешь первым навыком, подпрыгиваешь второй фазой, после чего жмешь второй навык и, если нужно, то в запасе есть ульта на то, чтобы догнать, либо отпрыгнуть. Или, если противник ближник, то первый навык, второй навык, ульта и отскакиваешь первым, если файт становится опасным. Но тут надо учесть, что люди вскоре поймут, что из второго навыка легко выбежать. Поэтому базовая связка такая. Первый, тут же ульта и второй навык по противнику. У тебя останется вторая фаза первого навыка, чтобы догнать или отступить. Инициация для ганга командой. Первый навык, ульта и сразу отскакиваешь первым, чтобы не словить фокус сопротивляющейся жертвы. Хорошие сокомандники должны добить врага. Если ты играешь через поддержку, не забывай, что второй навык сильно ослабляет врага, снимая пассивкой ему защиту. Ульта захватывает персонажа, который был ближе всего к центру. Остальных просто замедляет. Но довольно сильно. Благодаря увеличенному вампиризму от ульты, Сильвана очень живуча в своем круге. Поэтому можно бесстрашно запрыгивать на соло цели, которые вынуждены стоять. Например, Адетта, Горд, Гвеневра. Просто прыгаешь, когда они ультуют, и шарашишь их вторым навыком, исцеляясь быстрее, чем жертва наносит урон. Когда прыгаешь в противника, помни, что сторона отхода должна быть свободна от врагов, иначе далеко не упрыгаешь. Второй навык, при сборке на урон, наносит более 3000 дамага в одну цель. А если уж зацепишь несколько целей, то вообще красота. Некоторые скилловые игроки скоро научатся уклоняться от ульты. Чтобы это предотвратить, есть два варианта. Сначала оглушать первым и тут же применять ульту, либо прыгать ультой из кустов. Мало у кого хватит реакции и пинга отреагировать на такое. На этом все. Я оставляю тебя с записью. Да, я порой намеренно затягиваю бой, чтобы показать зрителю лейтгейм. Надеюсь, гайд поможет тебе освоить Сильвану и подобрать собственную сборку. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, ставь лапку и покажи его друзьям. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok